Я приветствую вас, уважаемый зритель, и мы находимся на очередном сеансе «Нумерология в параде планет». Я на ту передачу пришел, извините, я шел на сатый огород с Сергеем Бородатовичем. С вами Артемид, известный отчетов. Всем привет, ребят, это я, Артем. И я, Сергей. У нас очередной дайджест. Август получился на удивление насыщенным. Если первой недели ничего не было, то потом новости прям вот одна с другой прям насыпало-насыпало нам. Наверное, нужно начать с самой большой премьеры и не сказать, что она однозначная. Это, естественно, новый, казалось бы, суперкар. Хотелось бы услышать, что это суперкар от Мерседеса. Но не все так однозначно. Не все так однозначно. Разбираемся в этой истории вместе с вами. Погнали. Давай немножечко предыстории, так как мы это любим. Рассказывай, что такое АМГ-ГТ? Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну, давайте. Вы все знаете, что у Мерседеса, кроме гиперкаров, которые редко случаются, типа АМГ, ЦЛК, ГТР и Project One, так же существуют верхние суперкары, такие как Мерседес Макларен СЛР, который, в свою очередь, дверями вверх, напоминаю, который был наследником идеологическим 300 SL, знаменитого Гульдвинг, крыло чайки. После него был Мерседес АМГ СЛС с длиннющим тоже капотом и тоже дверьми вверх, который, в свою очередь, заменил Мерседес АМГ ГТ. Тоже красивая, эффектная машина с длиннющим капотом, но двери уже обычные, и стал он не каким-то суперкаром, конкурентом суперкаров, а скорее конкурентом 911. Была широкая гамма, по-моему, базовый мотор, там, чуть ли не 420 сил, а 510. 450, а, или 480. Да, и потом вверх-вверх-вверх, вплоть до АМГ, там, ГТР. До Сириаса. Да, до 730 сил, там, или сколько-то. Но какую тенденцию мы видим, что сначала был гиперкар того времени, он, скажем так, в святую троицу времени. То есть, Carrera GT, Ferrarian, вот McLaren SLR был, помнишь, прямо они стояли, там, в Панавто, в Вавилоне, по 26 миллионов рублей. По тому курсу это было, там, сколько, 700 тысяч баксов с лишним. Очень дорогой автомобиль, очень эффектный, середина 2000-х, много денег у всех. Да, ну, там, карбоновый монокок был, одна из первых машин с карбон-керамическими тормозами была, серийная. Воздушный тормоз, которым они тоже очень гордились. И, естественно, коллаборация с McLaren. В то время McLaren вместе с Mercedes в Формуле-1 очень удачно выступали. В общем, такой, все галочки поставили, скажем так. Потом приходит кризис восьмого года. Я не знаю, насколько это связано, но SLS, он уже, хоть и суперкар, безусловно. Немножко попроще. Он чуть-чуть, ну, как немножко, он по цене в два раза дешевле был, в прямом смысле слова. И по количеству проданных автомобилей, произведенных, он более распространенный, более доступный. Но при этом все равно это суперкар. Что важно, когда появляется МГГТ, у него уже нет дверей наверх, как Сергей абсолютно верно заметил. Это уже конкурент SLS в то время ставили. Олег Феррари 458, Ламборгини. Да, то есть это был конкурент вот, как бы, суперкаров. То МГГТ, безусловно, ну, он и дешевле намного, он уже соперник 911. Более того, ключевой фактор, двери наверх, они отсутствуют. Да, это уже машина, как говорится, не миллиардера, а миллионера. У которого двери открываются вот так. Не так. Не так. Миллиардеры с такими дверями не ездят. Несмотря на все это, МГГТ остается настоящим суперкаром. Почему? Потому что фишка SLS AMG была, что у него был сухой картер, трансаксель, то есть коробка передач находится сзади, развесовка бомбовая, траля-тополя. В общем, МГГТ все спортивные наработки сохранил и остался достаточно самобытным. Даже внутри линейки Мерседеса он очень выделялся. И я уверен, каждый раз, когда вы видите его на дороге, несмотря на его сдержанный дизайн, он привлекает свой взгляд. Как подметили хозяева в чатике, тебе известно, когда вышел новый Мерседес, AMG ГТ был. Не ГТ 55, не 63, а новая машина называется. В новом МГГТ теперь добавили циферки. Теперь это ГТ, соответственно, 63. Да, и он как бы стал ближе к обычным серийным машинам. То есть даже его название теперь не выделяется из обычной традиции обозначения модельного ряда, как было раньше. Да, то есть если СЛР, СЛС и МГГТ, вот прошлый, они все были отдельно, никаких циферок в названии. То здесь цифровым обозначением мы показываем, насколько он внутри своей линейки. Внутри гаммы, да, А240, например. Да, да. Но самое-то ключевое не циферки на багажнике, а то, что у автомобиля под капотом и вообще внутри. И тут наши, к сожалению, опасения оправдались в негативную сторону. Как мы и боялись, это Мерседес AMG, который по правде SL. Их разрабатывали совместно на одной базе, как все мы знаем, унификация мать сверхприбылий и враг человека. Поэтому машина лишилась своей фишки в виде трансакселя. Да, то есть теперь коробка около двигателя, теперь носяра тяжеленная, чтобы они не рассказывали. При этом выглядит короче, пропорции не такие уже благородные и редкие, как на вот предыдущих машинах перечисленных. Хотя в реальности он на 20 почти что сантиметров больше. За счет чего? За счет того, что теперь внутри не два кресла, а 2 плюс 2. То есть задний ряд сидений, он очень неудобный, но тем не менее он есть. Он есть, да. Это полноценный уже конкурент 911 в смысле практичности. И описывая его, мерседесцы тоже сказали, что это стало более вредной машинах. И самое главное, к чему это все приводит? Размеры увеличились, трансаксель убрали. А трансаксель убрали в том числе почему? Потому что теперь он полноприводный. В Nissan GTR такие проблемы не стояли. Потому что они изначально просто сделали тяжелый, но они делали именно автомобиль с упором. Да нет, ну я шучу, просто да, они сделали трансаксель на полноприводе, и это было прикольно. Слушай, кстати, в чем прикол, что они-то тоже на 911. Вот 911, как мы с тобой вынехалили, все на него смотрят и слюни пускают. Проблема-то в чем? Получается, что теперь NG GT, ну, не спорткар даже. У меня даже не с 911 аналогии приходят, у меня аналогии с какой-нибудь BMW M8. Согласен. Но он тоже солидно потяжелел, на самом деле, по сравнению с предыдущей машиной. Да, порядка там 200-300 килограммов, что-то такое, там 1900-1800. Точно, кстати, по-моему, не объявляли. Проблема в том, что теперь это точно не спорткар, это скорее какой-нибудь на тестостероненный, на тестостероненный... На тестостероненный... Гран-Туризма, который очень быстрый, он очень классно будет цепляться на дороге. Да, но и на тестостероненный он в духе скорее Мерседеса, чем в духе АМГ, потому что, например, был такой SL65 Black Series, просто дикая машина. Бестолковая абсолютно, но страшная, красивая, опасная, очень быстрая, вызывала уважение. Как а-ля Гелев 65-й какой-то на максималках. А это просто Мерседес, это больше не суперкар. И циферки в названии это лишь подчеркивают. Сейчас я просто хочу сказать правду. Да, BMW-сила АМГ-могила. Это кто сказал? Это я сказал. Я тебе не пожму за это. Конечно, нет. Ну вот знаешь, как можно очень легко объяснить, если ты не любитель автомобиля, обычному человеку скажешь... Прокатись на это, и на это он выскочит, скажет, беру вот новую. Да, или гипотетически скажи, представь, что ты бы выбирал, он сказал, блин, ну той два кресла, длиннющий капот, она непрактичная. А тут бы он сказал, о, полный привод, о, сзади места есть, вот эту беру. А это что значит, что машина становится не спорткаром? Поэтому наш вердикт, новость ужасная. Но тачка, безусловно, наверное, сейчас выйдет, надо еще потестить. Если они с подвеской справились, наконец-то, она будет не только хорошо держать дорогу, но и относительно комфортный, как ГТ, в принципе, я думаю, очень бомбовая тачка будет. Как ГТ, да. Но теперь в Мерседесе, помимо гиперкара за триллионы евро, который, кстати, постоянно ломается вроде бы как, в Project One суперкаров и спорткаров в линейке Мерседес больше нет. И вот в ракурсе вот в этом, самом распространенном для машины, лохая немножко дизайн Мерседеса, это подписчики наши любят. Давай. Он мне не нравится, он просто нос повесил, такую новую решетку по наамериканах, вот именно в этом ракурсе такси. А в остальных нормально, но обычная машина, реально он не выглядит суперкаром. А я тебе объясню, почему у тебя решетка притягивает взгляд неосознанно, потому что, обрати внимание, у нее углы как у нее. Она сверху уже, а снизу шире. И получается вот это как раз грустная улыбка. Если ты раньше посмотришь... Как правило, сверху уже, снизу шире. Плохая история. В общем, суть в чем? То, что если раньше посмотреть дизайн до панамериканы, вообще прошлых Мерседесов, решетка не была такой формы. Ну да, да. И вот ты подсознательно, даже не придавая значения, видишь вот это грустное лицо. Давай я расскажу, почему у нас эта машина на капоте, на столе, на двери от Гимеры лежит. Итак, наша дверь Гимеры приобрела прыщик в виде красивой модельки Феррари F40. Да. В прошлом выпуске я совершенно без задней мысли и без всякого хайпажорства, как бы кликбейтинга, сказал, ну кто досмотрел до конца, мне показалось было уныло, ставьте там лайк, оставляйте комментарии. И я был растроган до глубины души. Во-первых, что так много людей досмотрело до конца. Во-вторых, что они не поленились написать, что они это сделали. То есть выполнили мою просьбу, хотя это было совершенно необязательно. Причем их было больше пяти, и это не наши родственники, что вдвойне приятно. Важно, да. Поэтому я нашел вот эту модельку F40. В Москве оказалось довольно трудно сейчас найти модельку нормальную. Либо есть Амальгама. Которая стоит 5000 евро, да? Да, либо есть Бурага, которая плохого качества за подводку дарит подписчикам. Ну вот это КНК или КК, КИК, не знаю, как правильно называется. Я ничего не вижу в этом чертовом мешке. Ну что, мы выступаем? Погодите, сейчас разберусь с этими дырками за глаз. Хорошая очень детализация. У нее ничего не открывается, ну зато никто ничего не отломит. А так она очень красивая. С удовольствием оставил бы себе. Вот. Настолько мне все это понравилось, что я поехал даже и сегодня заказал такую табличку с любовью от DragTimes. Она на двустороннем скотче. Мне очень нравится шрифт вот этот из 2003 года. Да, 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 как у дедушки. Как будто, ну я, чего с меня взять? Вот сюда вы приклеите, или мы приклеим, или не клеите, с Navi-то будете продавать. Возможно, так будет дороже. И смотрите, что еще случилось. Пакет Феррари, фраза больше Феррари. Все это я привез на Феррари, представляете? Артемий предоставил лототрон. Я тоже поучаствовал, предоставил стеклянное ведро. А вот здесь вот моя уважаемая секреталь, по моей просьбе секреталь, распечатал все комменты. Но они распечатались 2 или 3 раза. Их не было так много. Я своими руками их порезал. В этом процессе я и обнаружил, что они 2 или 3 раза распечатаны, но было уже нечего делать, чтобы шансы оставались равными. Мы их сюда сейчас, так сказать, скинем. Запускаем лототрон. Давай, я помешаю. Артемий счастливой рукой вытянет один. Сразу говорю, если он будет вонючий, хейтерский, или про политику, или хейтерский про политику, мы его выкинем, а возьмем нормально. А если будет комментарий от фанбоя Порше, как ты отреагируешь? Ну, от Бурага Порше получит. Не-не, ну давай. 1 к 43. Да я шучу, шучу. Что, вытаскиваем? Давай. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. О, смотри. Это же ты. Какое совпадение. Поздравляю, друг. Ладно, шутки. У нас победителем становится некий пользователь под ником Ранис, подчеркивание, снизу М. На М-очке стелет. Ну, не планирует. Его комментарий очень прост. До конца досмотрел. Молодцы, ребята. 5. Ранис. 5, это, наверное, лайков. Так распечатано. Не важно. Напиши на мой аккаунт в секретной сети. Сам знаешь, какой. Артемий, подчеркивание, снизу, ДТ. Вот туда напиши. Скинь скрин, что ты, это твой аккаунт. И, короче, мы с тобой свяжемся. Эта тачка теперь твоя. Да, Феррари F40 от производителя теперь твоя. Поздравляем победителя. Для остальных, ребят, возможно, Сергей еще расщедрится. Пишите комментарии. Нам действительно очень приятно. Мы все читаем. Даже если вы гадости пишите, нам тоже приятно. Но чуть-чуть по-другому. Будем рады любой связи от вас. Поздравляем мистера Раниса М. Одна из новостей это то, что ты, Серега Ванга, по правде. Сейчас курс рубля будет. Сказано, друзья. Подносите банки. Да, я надеюсь, вы не забыли поставить воду, крем и все, что вы хотите зарядить. Все будет заряжено. Начали. Если я в начале выпуска говорю, что у нас вечер нумерологии, то вот ты должен у нас астрологом быть, предсказателем, потому что ты говорил, что лотус Электре попадает в самую точку. Он заберет всех потребителей. Почему? Потому что престижный значок на капоте в виде лотуса есть? Есть. Качественная, масштабная сборка, а не гаражная. Есть. Есть. Потому что лотус теперь принадлежит НИО, который принадлежит Джили. Это гигантский концерн. У них триллиарды, триллионов. Йен, то есть 6 тысяч рублей. Теперь лотус будет зарабатывать триллионы, квадриллионы йен, потому что в прошлом году было заказано всего лишь 576 автомобилей. Это были классные, кстати, драйверские тачки, лотус Эмира. Если не ошибаюсь, да? Эмира же у нас будет Эльвира. Лотус Эльвира. Сделаем приятную центральную банку. Да. Спасибо большое. Лотус Эмира. И это среднемоторный небольшой суперкар, да? Аналог Кайма на какой-нибудь Рено А10, но только среднемоторный. Спрос очень-очень небольшой. А вот в этом году лотус продали барабанная дробь уже 17 тысяч автомобилей. Для понимания Феррари продает порядка там 5 тысяч автомобилей, я не знаю, да? Там Ламборгини вместе с Урусами порядка 10 тысяч, да? Вот такие цифры у нас. А тут 17 тысяч за полгода от Лотуса. Откуда они взялись? Они взялись благодаря Лотусу Электри. Потому что это SUV. Это убийца Уруса. Да, во всех, во всех обзорах это убийца Уруса. Что предлагает вам убийца Уруса? По факту хороший действительно автомобиль, если, да, абстрагироваться. Если вы посмотрите, уже обзоры появились и в России, первые автомобили. Очень качественный салон. Я, кстати, посидел, потыкал в одном из автосалонов, который предлагает все практически электрические машины. И он самый качественный, но при этом у него меньше всех фишек. Нет там этого электрического закрывания дверей, нет огромного монитора перед пассажиром, нет задних каких-то суперраскладывающихся сидений. То есть действительно видно, что эту машину делали с большим европейским подходом, без вот этого фанатизма. Просто сунем фишки, потому что мы можем. Знаешь, как вот раньше это продавали айфон, здесь у него телевизор, здесь у него открывашка. Зачем до айфона? У нас есть проще пример. Здесь 4 симки. У нас есть проще пример. Мерседес Е-класс с эквалайзером. Вот тебе вот такая. Боже, боже, вот и вставили. Интересно, вот по фоткам не видно, но вот эти дыры, воздухозаборники, они как на Феррари, они уходят в капот. То есть можно просунуть руку и на капоте ее увидеть. Или на задних крыльях такая же фишка. То есть для относительно недорогого массового SUV это прикольное такое решение. Тяжелое. Хиви аэродинамика. Да, нас сейчас тут заходят. Относительно недорогого по сравнению с тем же Урусом. Он стоит в 2 раза дешевле. Как мы знаем, бренд довольно много стоит. И учитывая то, что он играет в лиге Лотуса, это бренд наравне там, ну можно сказать, с Бентли. То есть это экзотика автомобильного мира, можно так выразиться. Да, да. Бентли, Порше, там, не знаю, Мазерати. И за этот значок он предлагает совсем небольшую цену. Крутые ТТХ, модный форм-фактор SUV, модный электрический движитель. Движитель, да. Да, поэтому наше предсказание сбылось и он стал сверхпопулярен. У нас, признаю, мы планировали тест-драйвить, это немножко не сложилось пока, но я надеюсь, все-таки сейчас сложится. Но что меня приятно удивило, есть такой журналист британский, один из таких корифеев, Стив Садклифф. Он очень круто обозревает тачки. Так он на грустную собаку похож, да? Да, такой пухлинкий, да. Вау. Конечно, он англичанин и Lotus английский и он, естественно, будет субъективен, но он очень хвалил этот автомобиль с точки зрения управляемости, что для электрического автомобиля это редкость. Мне, если честно, нам очень интересно посмотреть еще на модель R. Сейчас Lotus Electric S продается, R тоже доступен, но вроде бы как их еще не отгружают. Это будет 900 сильная, более мощная версия. И мне кажется, в концепции большого тяжелого SUV он реально здоровенный по правде. он даже на дороге выглядит таким. Да, массивным. Мне кажется, будет очень интересная модель, если они при этом действительно круто рулятся. Заявляется, что ездовые повадки машине прививали именно инженеры Lotus. Нет их английских, вот этих B-Rodd, то есть Julie купила Volvo, чтобы там познать все о безопасности, теперь купила Lotus, чтобы научиться делать управляемые машины. Вот они какие китайцы, да? Хайма, электрокары, а взгляды начинают присматриваться, да, в разных направлениях. Уже разбираться даже чуть-чуть начинаем. Давайте еще один китайский электрокар обсудим. Макан EV. Ой, Господи, за что у меня это? Посмотри, если вот эти верхние фары спрятать, что ты видишь? Хрен я знаю. Это Zikr чистый просто, вот только у Zikr вот так верхняя фара, это вот так, да, вот этот низ, горизонтальная решетка. Передний бампер похож очень, да? Да, очень похож, да. Ну, в общем, да, будет Макан следующей электричкой, собственно, вся новость, спасибо, до свидания. Все следующие машины будут электричками, как бы дайдже закончится, поэтому мы привыкаем обсуждать электрички. А вот и не все. Порше Пономера, твоя любимица, в кавычках, скоро ее ждет обновление, и это уже будет не рестайлинг, очередной из мини-фар, а полностью новый кузов, но у меня здесь спорные, скажем так, впечатления. С одной стороны, не будет Ива 6. Можно я посмотрю фото? Я тоже опять не пойму, да, что он полностью новый? Конечно, не поймешь, ну, потому что он в камуфляже еще вообще даже тут. Спорные впечатления из-за чего? Потому что вроде бы Ива 6, Ива 8, то есть бензины остаются, но непонятно, что будет с топ-версией Турбоком. Почему? Потому что Турбо-С этого кузова сначала приставили с вот этим гибридом 700-сильным, который очень спорные отзывы получил, потому что гибрид непонятно как работал, машина очень тяжелая получалась, поэтому рестайлинг сделали уже с обычным мотором, турбированным, В8, в общем, сделали все как надо по фэншую. А когда мы говорим о следующем поколении, опять, походу, будет все же гибрид. Куда бы мы ни делись. Хотелось бы, чтобы его сделали нормально, но насколько это получится? А мы обсуждали С-63 когда-нибудь, новый 2-2-3? Нет, кстати. Почему-то его не было в дайджесте, недавно его привезли в Россию первые машины, и я как бы заинтересовался, потому что у меня было С-63 2-2-3 рестайлинг. Что? Вообще супер машина. 2-2-2. 2-2-2. Давай по новой, Миша, все. У тебя же рестайлинг, этот человек еще во времени путешествует. Прибрал немножко, хотел подняться. А у меня 2-2-4 был. В ваших глазах не вышло. Да, 2-2-2 очень крутая машина, просто почти нет к ней вопросов. На этой волне я стал смотреть 2-2-3, и что я выяснил? Там вот тот же мотор, как бы, V8, к нему приделана гибридная часть, из-за этой гибридной части там просто сложнейшая, дико сложная трансмиссия, там просто я устал читать это. Задний багажник единственный, естественно, меньше, чем в А-классе. Там просто маленький багажник, потому что там под полом стоит кто-то гибридная составляющая. Перчаточный ящик. А едет он примерно так же, как и с-63, старый Дорис. То есть, они сделали такую тяжеленную штуку, поставили ее на машину, чтобы она, но по факту возила сама себя. Ну, настолько там фрустрирует, мне лень сейчас копаться, но я могу найти описание этой системы полного привода, гибридная. Ты мне угрожаешь? Она настолько сложная, что это просто искусство некое ради искусства. Зачем это нужно? Зато, когда ты будешь ехать по шоссе 120 км в час, у тебя там будет расход 7 литров. Ну, стоило ли ради этого 600 кг прибавлять? Ты покупаешь машину сколько там? За 250 тысяч баксов, чтобы потратить 7 литров на 100 кг? Это да, вот как раз Порше куда-то это поняла, и вот этот гибридный Turbo S поменяла обратно на обычный. Мерседес, видимо, любит сам наступать на грабли, не слушает других. Мы с тобой, знаешь, какое совершенно новое сегодня обсудили? Душевное метание Мерседеса. За этот месяц очень много новостей было. это вообще, да, согласен. Прикол в том, что изначально мы как раз это обсуждали, когда новую Ешку, помнишь, я вкинул, что непонятно, что будет с движком в новой АМГ-версии. Мы знаем, что С-класс уже с пакетом молока, что же будет с новым АМГ? И очень смешно получилось сначала неофициальные слухи, что все, Мерседес полностью отказывается от В8. Все фанаты в трауре, да, ты вот говоришь, пытаться нужно от цилиндров уходить, но согласитесь, все, что АМГ равно В8, у нас в голове так уложилось. Проходит неделя, появляются новые слухи. Что? Что АМГ услышало фанатов своих, пошло им навстречу и будет таки прорабатывать вопрос с В8 на Ешках. То есть там сидит какой-то немец такой, ай-яй-яй, ай-яй-яй, Уже 4 комментария. Посмотри, что пишет Мага 0.95, это не мужчина будет, мы не можем так огорчить наших поклонников. Он такой, них, них, делаем В8, В8 мы делаем. Миллиард евро давай, чтобы ребята в Инстаграме не грустили на новый мотор. Да, чтобы они с Волком, когда делали компиляцию видео, всегда были В8, и он рычал, потому что они тигры, и у них машина как тигр. И в итоге, в общем, новый слух. Опять же, неофициальный, вот проблема слухов, да, как сложно новости подбирать. Они говорят, нет-нет, В8 будет, ура, все такие, ну да, все остается. И вот, к сожалению, буквально вот день назад, официально уже, уже от АМГ, причем там чуть ли не... Хватит шуршать по чатам, мы сказали и В6, значит, В6. Да, да, Гендир или кто? Почему он у тебя с каким-то полудагестанским акцентом? Нормальная машина, да, в принципе, багажник надо проверить, там, два-три человека, если помещается, ну, согнутыми, то нормально, в принципе, берем. В общем, он сказал, что все-таки... Что он за АМГ отвечает. Да. В8 все-таки не будет. Все, новый АМГ Е63, скорее всего, будет шестерка, причем, там, наверное, А кому не нравится, велкам к новому АМГ ГТ63. Он будет с В8. Ну, кстати, да, красавчики, да, вот АМГ ГТ будет... А кто умеет, когда загнать ловушечку, жертву? А он же еще дороже будет, тысяч на 30-40 долларов, Косово ходить, дорогой, да. И все такие, а, ну, давай, вот, да, вот, вот, хитрицы, вот только нам, петрохедам, которые любят суперкары, И только БМВ, свой мотор, как он там называется, SM5 F10 еще кривые шатуны, как Солин говорит, они его еще будут 40 лет ставить на машины, В8, они будут со смайликами, уже S55, потом там звездочка 55 будет, еще чем? Потом Бах, вот это, обязательно. Вот такой вот получился интересный экскурс в истории двигателей. У нас есть электрическая новость, которую мы хотим обсудить, как ни странно. Да. Итак, все знают, что есть хорватский гипер-гипер-кар, может, новое нужно название придумать, потому что от гипер-кара, типа, Бугатти, Широна, он улетает просто в точку. А что после гипер, можно сказать? Кванта-кар. Гипер-луп. Кванта-кар. Можно просто начать говорить, как в тренде, и вы можете правильно называть Риммадз, а не Риммак. Вот можем начать говорить Риммадз, очень непривычно, но... Ну, в общем, Риммадз, не вера. Да. Поставил рекорд на Ньюрбург. Одно слово румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Вот, наконец-то, у нас есть шанс оценить настоящую динамику электричек. То есть, мы знаем, что это гипер-гипер-гипер-кар. Да. Что он по прямой просто унижает, уничтожает, аннигилирует все, что угодно. Просто улетает в точку от кого хочешь, хоть от Бугатти за 2 миллиона. Хоть болит Формула-1, если он заезд. Хоть от Плейда, да, хоть от любого мотоцикла. Его привезли на Ньюрбург Ринг, и при этом это, ну, уже не седан, это низкая машина с очень разной аэродинамикой, там, карбоновый полмонококк, все по понятиям. И вот, какое время могли ожидать от нее, зная ее динамику, наверное, какую-то дикую. А вот и нет, она не выскочила из 7 минут, и получается, что электрический гипер-кар с огроменной, с потрясающей, уничтожительной динамикой едет чуть медленнее, чем Феррари 296, которую взяли с полки. Это машина среднего диапазона в мире суперкаров. Он едет, как Макларен 720S, который, сколько, уже 6 лет назад вышел на резине Пирелли Корса, а здесь стоит КАВ-2АР, который намного более цепкий. Вот такой вот парадокс. то есть, никуда мы не ушли вот от этого веса избыточного, да. Во-первых, электрички, об этом мало известно, они гораздо лучше реализуют зацеп. Это один из секретов старта. Это не только мгновенный момент, но и то, как они его реализуют. Потому что, чтобы реализовать момент на двигателе, у вас есть инерция на двигателе внутреннего сгорания. Если там работа это ESP, ей надо там притушить сначала в двигателе эти там вспышки, там инерция карданов, всех этих приводов и так далее. А здесь прямо электромоторы, они дискретно там по тысяче раз в секунду изменяют тягу и выжимают все-все-все, все, что возможно. Захотели чуть послабее, захотели чуть посильнее. Фактически в прямом эфире вообще без промедлений. Раз. Два. Мы знаем, что у них низкая батарея. Из-за этого очень низкий центр тяжести. Правильный такой в центре сосредоточенный, в отличие от высокого мотора, который где-то впереди. Три. Очень важный аспект. Нюрнбург-ринг, по правде, не просто длинная трасса, там очень мало затычных поворотов. Очень много затянутых поворотов, длинных дуг. То есть с точки зрения автомобиля тяжелого и супермощного, это в пользу него вроде бы как играет, чем какой-нибудь маленький картинговый трек. И по идее... Высокая средняя скорость, можно сказать. И казалось бы, все звезды складываются в пользу электрички, в пользу этого неверы. А по факту мы получаем, что несмотря на гигантскую мощность, лишний вес никуда не денется. Он в своей весовой категории выступает, и в ней он показывает результат рекордный. Он обогнал Теслу, но если честно, вообще даже некорректно сравнить Теслу, это какой-то седан, который делали ребята, которые на Paypal и на iPhone наяривают. А тут как бы парень наш, Petrolhead, он с самого детства только о тачках и думает, он делал правильную машину, но все равно это время на уровне суперкаров за 200-300 тысяч долларов. Вот вам аргумент для тех, кто будет топить за свои дешевые электрички и дорогие. Поэтому, может быть, по прямой вы быстро уедете со светофора, но когда появится поворот... Но когда мы на МКАДе МКАДе думаешь, да? Это тоже быстрый поворот, если достаточно быстро ехать. С какой скоростью он станет прям поворотом? Надо ехать. 400? 300 достаточно. Я думаю, учитывая, сколько там сейчас фура-то будет, ты просто по колее улетишь когда-нибудь на уровень спутника Юпитера. Ну ладно. В общем, вот так вот. Риммак не такой уж и быстрый в поворотах. Ребят, ну что ж, на этом все. Если вы обратили внимание, дайджест теперь стал немного покороче. Мы решили так, что мы будем лучше выходить почаще и радовать вас почаще. Но так как новостей исчерпывающее количество, нам приходится немножко резать выпуски. Поэтому напишите за вы такую идею или нет. Мы, естественно, все это прочитаем, прислушаемся к мнению населения, как это бывает в муниципальном праве, но сами примем решение. Это был я, Артем. И я, Сергей. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на все наши вообще соцсети, потому что у нас в каждом соцсетях есть свой эксклюзив. Осьминог. Да, не забудь победителю забрать свой Феррари, напиши мне. И всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok